С самого анонса сериала BioPica от канала Hulu Pam & Tony споры не утихали. Сериал рассказывает о более идеалистическом времени середины 90-х, когда секс-видео со знаменитостями появлялись не так часто, как сейчас. Тогда личное видео Медового месяца было украдено прямо из дома Памелы Андерсон, которую сыграла Лили Джеймс, и Томми Ли в исполнении Себастиана Стэна, и это событие стало настоящим кошмаром для Памелы. Многие выступили против самой идеи сериала, обсуждающего эту историю. Печально известная певица гранж-группы Хоул, Кортни Лав, встала на защиту права Андерсон на неприкосновенность частной жизни. В своем заявлении она сказала, «Я всем сердцем сочувствую Пэмми, ведь это только усугубит её травму» Заявление Лав относится к тому, как пресса относилась к Андерсон в то время. Многие СМИ публично позорили её, и, согласно Entertainment Weekly, она отказывается смотреть этот сериал. К слову, это новый проект от режиссёра Тони против всех, Крэга Гиллеспи, которого критиковали за сочувствующее отображение Тони Хардинг в упомянутом фильме. В дополнение ко всем этим факторам бывший участник группы Motley Crue имеет своё непреклонное мнение об изображении Ли в сериале Пэм и Томми. Motley Crue, основанная в 1981 году, была глэм-метал-группой, которая быстро стала известна своими выходками. Один из самых известных случаев произошел, когда Оззи Осборн занюхал вереницу муравьёв, что подробно описано в мемуарах группы и одноименном фильме Грязь. Менее известен короткий период времени, когда фронтмен Винс Нил покинул группу, и этому не было уделено внимание в Пэм и Томми. В 1992 году Нила заменил Джон Караби, который выступал с группой пять лет. В 1994 году Караби спел для одноименного с названием группы альбома, но позже покинул коллектив, когда вернулся Нил ради выпуска нового альбома в 1997 году. Для принятия образа Томми Себастьян Стэн обратился за помощью напрямую к нему, и Ли официально дал свое согласие на съемки Пэм и Томми. Но, несмотря на это, Караби не согласен с тем, как Ли изображается в этом сериале. В мощном заявлении в социальных сетях Караби защищал много людей, которых коснулась эта реальная история. В своем твиттере Караби опубликовал длинные заявления в защиту реальных людей, которые были вовлечены во всю эту историю, стоящую за Пэм и Томми. Певец был непреклонен в том, что персонаж Ли в сериале – полная выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. Караби написал в своем заявлении, «Я провел пять лет своей жизни рядом с Томми. Временами он, конечно, был невменяем, но не настолько, как показано в этом дерьме» Далее он пояснил, что эти события стали сенсацией для того, что они называют телевизионным развлечением. В сериале Ли часто изображают возмутительным и нередко жестоким. Основным катализатором вышеупомянутого взлома и последующей кражи секс-видео Андерсон и Ли было обращение Томми Ли со своим бывшим плотником Рентом Готье. Тот ожидал, что ему заплатят за украденные материалы и отдадут инструменты из собственности Ли. Но вместо этого Ли встретил его с дробовиком и отказался платить. Позже в сериале Андерсон шокированно узнав, что Ли отказался платить за оказанные услуги. Защита Караби распространяется не только на Ли. Есть ещё одна значимая персона, ради которой он решил высказаться. В то время Памела Андерсон превратилась в грушу для битья. Как показано в Пэм и Томми, ей пришлось столкнуться с жестоким отношением со стороны таких комиков, как Джей Лено, в то время как Ли упускали из виду. Караби встал на её защиту в свете этой драмы. Он написал в Твиттере, «Очевидно, Хулу и всем, кто причастен к этой хуйне, всё равно, что Пэм будет чувствовать, и что ей придется пережить это снова» Его беспокойство распространяется и на двух сыновей, Андерсон и Ли, которых они продолжают воспитывать вместе, несмотря на расторжение брака. Есть детали жизни Андерсон, которые не освещались в заявлении Караби, но полностью замалчиваются в Пэм и Томми. Как сообщает Showbeast Cheat Sheet, пара ненадолго помирилась после того, как Ли провел время в тюрьме из-за супружеского насилия. Сериал Хулу кратко упоминает насилие в семье в отношениях Андерсон и Ли в финальных титрах, но не делает на них акцентов в сериале, и Караби не упоминал об этом в своем посте в Твиттере. Андерсон прошла через множество испытаний из-за этого периода своей жизни и продолжает придерживаться своего решения не принимать участия в сериале. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!